всем привет решила я такое спонтанное видео сделать я решила разделить не разделить а пересадить эту котлею это моя волосатая свинка в общем я ее после цветения мне кажется что даже я показывала я ее вот так вот разрезала резому в этой части и разрезала резому в этой части и вот как вы видите можно видеть что эта часть выпустила новый ростик и здесь пошли ответвление и здесь то есть я хочу ее разделить конечно это нужно делать только когда растение взрослое я знаю что кто-то пытался разделить резому у невзрослой котлеи и это может закончится не очень хорошим результатом но у меня взрослое растение и она конечно уже вышла из берегов со всех сторон и мне нужно ее конечно пересадить ну вот я ее достала из горшка вот она у меня росла еще давным давно наверно посажена потому что я сажаю уже немножечко по-другому пенопласт на дне ну и кора и вот как вы видите конечно есть корешки в плачевном состоянии посмотрим сейчас ее разделю на три части посмотрим что останется ну в общем вот я разделила что я вам хочу сказать не так уж прям все ужасно есть конечно корешки которые отвалились полностью ну понятно что деление корешки были запутаны ну вот эту вот часть наверное я себе точно оставлю потому что здесь получается вот получается в эту сторону в эту сторону это наверное этот ростик немножечко подгнил в том году так что с фокусом да смотрю на орхидею и наверное не вижу извините вот еще один ростик и вот еще один то есть четыре ответвления кстати даже уже кажется проглядывает цветонос ну в общем таких два конкретных роста конечно лучше было бы подождать чтобы эти новые росты выдали новую новые корешки ну в общем я решила это сделать сейчас посмотрим и конечно я не думаю что вот для этого растения это будет как-то на чем-то может отразиться ну вот и вот вот эти вот две части вот это получается еще одна такая более крупная корешки и вот это вот я так понимаю что это самая задняя часть потому что у нее конечно псевдобульбы уже такие бедные несчастные это наверное самая первая часть которой она была посажена и конечно здесь корешки не в очень хорошем таком состоянии ну и молодой ростик ну в общем посмотрим будем наблюдать да что вот с этого всего получится ну вот в этом вот она росла тут смотрю и уголь и крупная кора ну и сверху был конечно такой мелкий немножечко грунт в общем я приготовила не приготовила посажу старый горшочек в котором оно росло вот так вот я кладу спагном мос и кора крупной фракции это я посажу мою и наверное сверху присыплю старым грунтом чтобы немножечко сходила все-таки флора в которой они росли при поливе ну в общем вот так вот получилось получилось даже но не знаю это конечно я отделила вообще последнюю псевдобульбу и посадила ее потому что выкидывать жалко было ну в общем посмотрим что с этого получится поэтому такие неплохие кустики я посадила в такие тоненькие горшочки потому что буду искать наверное новых хозяев конечно им и продавать поэтому ну естественно когда они хотя бы как-нибудь приживутся поэтому легче будет пересылать еще раз покажу название уже полностью вот такое вот название и это гибрид с ринхолаелии дигбияны я кстати пересмотрела специально сама прошлогоднее видео у ней когда она цвела я вставлю в описании под видео кому интересно посмотрите какая она была немножечко как она разрослась как она там цвела и в том же видео кстати я пересаживаю свою лоэлью анцепс огромную по вот этому же методу и там кстати очень ну практически все котлеи тоже пересаживала и как они себя чувствуют в общем такое даже интересное видео я обычно мне не хватает времени смотреть свои видео но обычно я не смотрю так только пересматриваю когда выкладываю но было даже мне интересно посмотреть как там все выглядит поэтому кому интересно можете посмотреть в общем такой вот интересный такой гибрид он у меня долго не цвел кстати тоже жалуются что он многие девочки когда он у меня зацвел что он не цвел но он у меня тоже очень долго не цвел когда его купила в маленьком размере и потом как-то как-то по чуть-чуть по чуть-чуть начал цвести но надеюсь что конечно я не сильно потревожила его цветение посмотрим поэтому вот такая вот получилась пересадка ну вот я принесла свои нужно их сейчас разместить здесь где-то на солнышке и чтобы не голословить вот покажу лоэлью анцепс как она себя чувствует неплохо чувствует выпускает цветоносы поэтому думаю нравится им в общем пока что не выходит или выходит немножечко выходит за горшок будем запихивать обратно корешки пока что я не хочу пересаживать это все дело ну в общем вот такое вот вот такое вот чудо и кстати дигби она пока что не выпускает никаких новых ростов она пока что еще спит поэтому будем смотреть как себя будет чувствовать моя волосатая свинка ну на этой нотке наверное попрощаюсь с вами в ожидании прекрасного всем желаю мира и любви пока пока